Приветствую вас, друзья! С вами снова Антон, канал Акваферма. И темой сегодняшнего ролика будет икра. На одном из роликов, который обладает самым большим количеством просмотров на нашем канале, ролик о рентабельности, очень часто можно встретить комментарии о том, а как же икра Антона, почему не посчитал про икру, а где же вот про икру. Вот это будет первый из серии роликов, который будет посвящен, скажем так, кульминации, наверное, осетрового рыбоводства, да, а именно икре. Что необходимо знать о черной икре в осетрах, насколько это вообще реально, там, в УЗВ и так далее. Вот об этом мы будем говорить в этом ролике. Итак, прежде всего, что хочется сказать. Осетровые, теперь вы немножко о них уже знаете, потому что предыдущий ролик как раз был о том, что это, собственно, за рыбы, являются такими организмами, которые зреют долго. То есть даже самые быстросозревающие осетровые, это стерлядь, все равно в природе выходит на возраст, когда она способна идти на икрометание, или, соответственно, там, обладает уже зрелостью самец сам, когда мы об этом говорим. То есть все, вот гонады сформированы, все, мы пошли продолжать род. Даже у стерляди это, там, ну, как минимум 6 лет, да, 6 лет. Это очень большой срок. У белуги это 18 лет. То есть очень-очень долго. Но при этом вы должны понимать, что природа, она таким образом распорядилась, что в каждой партии братьев и сестер, то есть вот встретились в дикой природе когда-то мама и папа. Мама, соответственно, отметала икру, папа рядом пробежал, залил это все молокой. У нас, соответственно, образовались мальки. Вот вся эта популяция, которая образовалась, она изначально уже просто по своему составу имеет разное время созревания. Это надо четко понимать. То есть это не так, что в каждом килограмме этой икры, которая, соответственно, у нас прикрепилась на галечку, да, в каждом этом килограмме каждая из этих рыбок, она условно выйдет на созревание вот в такой-то срок. Или там плюс-минус месяц. Нет. Совсем нет. Природа таким образом распорядилась, что там будут рыбы быстросозревающие, будут рыбы среднесозревающие и будут, скажем так, поздносозревающие. То есть весь вот этот возраст созревания рыбы, когда она, соответственно, способна дать икру, он условный. В каждой, соответственно, вот этой небольшой популяции будет рыба, которая созреет быстрее и будет рыба, которая созреет сильно позже. То есть когда мы говорим, там, белуга в 18 лет созревает, это значит, что какая-то белуга может созреть значительно раньше, а какая-то значительно позже. Природа это сделана специально для того, чтобы была вариативность. Это первый момент. А второй момент, это сделано для того, чтобы, ну вот представьте себе ситуацию, кормовая база у этих мальков, которые родятся, она достаточно ограничена в водоеме. Поэтому представьте, что будет, если в речушке, которые там, естественные нерестилища около Азова, Каспия, заплыли наши рыбки, отнерестились, и одномоментно там надо найти где-то еду для белуги, севрюги, русского осетра. Ну, представьте, что это происходит. В итоге толком не кушает никто, и никакого, соответственно, развития не происходит. Поэтому природа таким образом уже подстроилась, что в разное время разные, соответственно, рыбы идут на этот нерест. То есть какая-то рыба, она идет рано. Там вот буквально температура воды там начала повышаться, она там, соответственно, у нее, чик, все, пора. Она, соответственно, двинулась на нерест. Другая попозже. И, соответственно, виды также разделяются. Для чего я сейчас это подробно рассказываю? Чтобы вы понимали, что все технологическое рыбоводство по добыванию икры, оно основано именно вот на этих моментах природных. То есть каким образом у осетра возникает там, почему в одном и том же бассейне вот у нас сидит там 10 самок. И как-то так получается, что мы когда смотрим, у них разная степень зрелости. Да потому что у них и в природе разная степень зрелости. И поэтому в условиях наших бассейнов или в условиях пруда, в условиях садка мы будем иметь ту же самую картину. Но что мы с этим можем сделать? За счет того, что мы можем регулировать условия и, скажем так, изменять их, изменять температуру, изменять тот же фотопериод, хотя здесь он мало имеет значения, потому что осетры – донная рыба. Мы можем подбивать, подгонять, скажем так, большую часть нашего стада к тому, чтобы она созревала в определенный момент. Чтобы нам было удобно в этот момент добывать эту икру. Конечно, все, о чем я говорил, оно имеет большее значение именно, когда мы говорим о прижизненном получении черной икры, когда методом доения. То есть нам нужно вывести рыбу на такой уровень зрелости, чтобы она среагировала у нас на инъекцию, и мы получили икру. Теперь вот пришли к, собственно, прелюдия была, предисловиям. Теперь, собственно, самое главное. Вот у нас есть какое-то количество рыбы, и нам нужно понять, а когда, собственно, нам начинать менять-то эти условия. Вот мы взяли мальков, поставили 18 градусов, начали выращивать этих осетров, выращиваем, выращиваем. А когда, собственно, нам надо остановиться? В какой момент? Как нам понять это? Для того, чтобы это понять, есть несколько способов. Как мне кажется, самые перспективные из них – это, вот в моих руках сейчас вы видите книгу, «Ультразвуковая диагностика осетровых рыб». То есть это с помощью ультразвука. Есть несколько способов, то есть там можно сделать проколы пальцем, посмотреть, в каком состоянии у нас гонады, еще там ряд экзотических всяких способов. Но самый нетравматичный и, на мой взгляд, самый перспективный является им ультразвуковая диагностика осетровых рыб. Причем, что отрадно, в этой сфере Михаил Цепанович Чебанов и Елена Васильевна Галич, это как раз авторы этой книги, продвинулись, наверное, дальше всех в мире. Мне посчастливилось именно у них проходить обучение. И, конечно, навыки и знания, полученные по ультразвуковой диагностике, колоссальные. О чем мы говорим здесь? С помощью УЗИ мы можем понять, на какой стадии зрелости находится у нас икра. Мы медленно подошли к тому, а какие вообще стадии бывают. В этой книге, кстати, все это замечательно описано. Ну, так вот, в упрощенной форме, да, доведу. В момент, когда у нас осетры являются еще, скажем так, мальками, у них толком не сформированы гонады. То есть на этом моменте, причем у разных осетров, естественно, это разный вес. То есть, если мы говорим о стерляде, то мальком она там является до 400 грамм, когда толком у нее даже вес не определить пол, да, мальчик это или девочка. Не то, что там о стадии зрелости какой-то икры. Если мы говорим о сибирском осетре, то это там возраст там полтора-два килограмма хотя бы. Если мы говорим о белуге, то у нее на 6 килограммах еще этих гонад не видно. То есть для белуги 6 килограммов это то же самое, что для стерляде 400 грамм. Ну просто потому что взрослый организм, он обладает весом несоизмеримым с весами, которые я сейчас сказал. Значит, приходим мы к тому, что вот у нас растет рыба. Если у нас растут, например, осетры, сибирские осетры, да, мы знаем, что примерно на полутора килограммах мы можем уже понять, мальчик это или девочка. И если мы в голове своей понимаем, что хочется там вот растить именно девочек, чтобы получить икру, которую потом мы хотим закатать в банку и куда-то там продать, как-то там, грубо говоря, поесть, да. Мы понимаем, что в этом возрасте уже имеет смысл делать бонетировку. То есть мы можем, соответственно, имея УЗИ-аппарат или пригласив специалист с УЗИ-аппаратом, скажем так, разделить наше стадо на две группы, на самок и на самцов. И в дальнейшем выращивать уже непосредственно самок, да, не тратив корма и не тратив места на самцов. Сколько выращивать? Выращивать мы будем до той поры, пока по УЗИ-диагностике, ну это по уму, да, по УЗИ-диагностике мы не увидим, что стадия зрелости дошла до второй жировой. То есть стадии зрелости могут быть. Первая стадия зрелости, это когда мы просто понимаем, какая у нас гонада. Семенник, соответственно, или яичники, да. После этого наступает вторая стадия, она очень продолжительная. Это когда у нас уже гонада уже оформлена, там еще очень много тканей, она начинает, она начинает, соответственно, набирать жир. Этот жир она набирает для того, чтобы впоследствии весь этот жир употребить в каждую икринку, в каждую яйцеклеточку и сформировать ее. То есть у нас идет сначала там вторая стадия, эта вторая стадия, она разделяется. Сначала вторая стадия, потом, соответственно, вторая полужировая стадия, потом у нас идет вторая жировая стадия, потом у нас идет третья стадия. Эти стадии, они как раз и характеризуются тем, что у нас накапливается жир, жира становится больше, 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 а потом этого жира начинает становиться меньше, 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 а икры становится больше, больше, больше. Так вот, в тот момент, когда мы УЗИ аппаратом видим, что у нас становится уже очень много жира, то есть рыба накопила жир, все, у нее жира достаточно, она готова к тому, чтобы идти дальше, мы в этот момент должны, соответственно, нашу рыбу переводить на обрезанное, скажем так, уменьшенное питание, это называется пищевая депривация, и в идеале устраивать ей зимовку, ну или хотя бы вводить хотя бы пищевую депривацию. Почему именно так нужно делать? Потому что если вы, соответственно, этот момент профукали, что происходит дальше? Гонады накопили жир, а вы продолжаете ее кормить, жир больше не нужен, то есть в природе заложено, что должны сейчас наступить, скажем так, плохие времена, и этот жир должен начать превращаться и откладываться в икру, но плохих времен не наступает, у вас по-прежнему высокая температура, рыба кушает, ест, начинаются патологические процессы. Эти патологические процессы будут выражены тем, что может быть жировая дистрофия, перерождение, соответственно, жировое, множество еще всяких нехороших патологических явлений, которые приведут в конечном счете к тому, что даже когда вы уже устроите, там, наконец, эту зимовку, рыба либо на нее толком не отреагирует, либо потом, соответственно, не отдаст икру, ну и так далее. То есть очень важно здесь вовремя это сделать, вовремя, соответственно, на вот этой второй жировой стадии пересадить наших рыбок в холодную воду, в идеале, да, устроив зимовку, после чего у нас на этой холодной воде, у каждой, опять же, у каждого вида по-своему, да, есть определенный срок, который необходим для того, чтобы зимовка, скажем так, была качественной. Особенно это касается, если из этой икры вы не на банку, а из нее мальков хотите получать. То есть обычно это там не меньше 60 дней, не меньше 60 дней, там температура должна быть там 4-6 градусов, но, опять же, там по видам есть разница. Значит, после того, как мы провели, в этот момент на холоде у нас пошло дальнейшее развитие, то есть оно не пойдет от второй жировой дальше, если нет вот этого вот, нет вот этого щелчка. Вот самое главное, что хотелось бы донести здесь, чтобы было понимание, что мы в любом случае завязаны на природу. Вот этот щелчок, он должен произойти. Этот щелчок, это понижение температуры. Когда вы устроите зиму, в какое время года, неважно, летом это будет зима, там, или там весной это будет зима, неважно. Но она должна быть тогда, когда у вас, у рыбы диагностируется УЗИ-аппаратом вторая жировая стадия икры. Отдельно потом расскажу, как это на УЗИ-аппарате выглядит. Будут серии роликов, у нас есть УЗИ-аппарат, соответственно, буду снимать отдельно ролики, показывать, каким образом это делать. УЗИ-аппарат дорогая штука, но, может быть, кому-то будет все равно по карману, кто-то увлечется и прикупит себе, да, возможно, кому-то тоже будет полезно. Мне кажется, это очень полезный навык. В осетроводстве без него вообще никуда, потому что, ну, по-другому нормально определить и нормально запустить эти циклы просто невозможно. После того, как у нас прошла наша зимовка, мы еще раз берем нашу рыбку, смотрим помощью аппарата УЗИ опять, на какой стадии у нас находится икра. Если мы видим, что у нас икра находится на четвертой стадии зрелости, то есть она вот третья, соответственно, она сформировалась, с третьей до четвертой достаточно быстро идет процесс. То есть вторая, она самая длинная, с третьей на четвертой там все это дело уже гораздо быстрее идет. На четвертой стадии мы уже видим икринки, мы видим, что, соответственно, мы можем посмотреть размер икринок там и так далее. Дальше, если нас интересует воспроизводство, то там большая штука с коэффициентом поляризации, отдельно тоже буду рассказывать, сейчас не буду в это залезать. Если же на банку, то, соответственно, мы смотрим степень, размер, да, нашей икры и от этого уже отталкиваемся и понимаем, когда нам нужно делать инъекцию для того, чтобы рыба среагировала, начала течь. И мы могли с помощью там подрезки яйцеводов получить нашу икру. На выходе, да, что хотелось бы здесь резюмируя, да, во-первых, моменты с икрой, они трудозатратные и сложные. Надеюсь, вы это поняли из того, что я сейчас рассказал. То есть это выглядит не так, как многие думают, что вы закинули рыбу себе там в УЗВ, стали ее кормить, а через там 8 лет или там 3 года или там в интернете разные ходят сроки, вы, оп, ее выловили, а она такая вся в икре вкусной. Нет, так не работает. Сразу вот выкинули это из головы, ничего так, вот так ничего не будет. То есть если вы не понимаете, каким образом это все формируется, если вы не понимаете, как формируются гонады и почему это в природе происходит так, ну, плохо, не будет там никакой икры, да. Почему я в ролике про рентабельность вообще ни слова про это не говорил, потому что в стандартном варианте выращивания на мясо там ни о какой игре не может быть и речи, потому что это совершенно другие процессы. Значит, еще раз скажу, что разная рыба зреет по-разному. То есть, например, достигнуты такие показатели, что, например, по той же стерляде за счет вот постоянных циклов и изменений условий опытные рыбоводы могут получать икру каждые 10 месяцев. То есть даже не каждый год, а каждые 10 месяцев стерлядь уже снова выходит на икру. То есть вот она отнерестилась, ну, отнерестилась, да, с нашей помощью. Потом она снова возвращается на вторую стадию, набирает, набирает, набирает жир, зимовочка, жир переходит опять в икриночки. Опять, соответственно, зимовочка прошла, вытащили, посмотрели, ага, стадия уже подходит, проинъецировали, получили икру. Я сейчас грубо, скомканно рассказываю, ну, чтобы отложилось и понимание было. Значит, то есть вот примерно так выглядит вся вот эта икорная история в осетроводстве. То есть она долгая, она требует квалификации, она требует оборудования. И даже при всем при этом все равно здесь могут быть ошибки. Потому что есть еще такая удивительная штука, как резорция. Это, скажем так, растворение. Ну, по-посту грей это растворение икры в рыбе. То есть если вы сделали что-то плохо, то мало того, что там икра может вообще не сформировалась, потому что гонады там, патологические процессы пошли. Плюс даже если сформировалась икра, и вы дальше, соответственно, где-то затупили, вы можете получить просто ситуацию, когда рыба решила, что ну мне толком не отнереститься, а вроде тут уже все подходит, поэтому ну-ка растворю-ка я это все и уйду снова на вторую стадию. Ну, не судьба мне, видимо, отнереститься. Понимаете, да? Ну, опять ничего не получаете. Или еще ситуации. Ну, вот грубо говоря, то есть здесь нужна квалификация в любом случае. Поэтому я надеюсь, что с учетом всех дальнейших роликов, которые я буду этой теме посвящать, с учетом того, как мы это будем делать, да, мы все это собираемся снимать, показывать, я надеюсь, будет полное представление и уже люди смогут это все повторять сами, да. Значит, заканчивая этот ролик, да, еще раз, я надеюсь, теперь у вас есть понимание, что такое черная икра, как она вообще здесь получается, да, от чего она зависит, на что она завязана. Надеюсь, ролик был полезным. Такой получился тягомотный, долгий, много рассказывал, но по-другому как бы сложно это дело донести. Здесь такая теоретическая нудная часть, но я думаю, что кому-то будет интересно, потому что вопросы были по игре, я обещал рассказать, поэтому слово выполнил. Всего доброго, до свидания. Продолжение следует...